Всем привет, друзья! Сейчас запишем очередной видосик, будем играть на карте арены за японцев. Попробуем вам показать путь самурая, будем делать одних самураев. Вообще ничего другое не будем делать. Там, правда, викинги и славяне половцы. Может не зайти, но надеюсь, что всё получится так, как играть в Age of Empires. Надо заказывать крестьян, строить домики и поехали развиваться. Другие союзники отдали мне покета, буду играть я в серединке. Не, никаких дискордов, ребят, сорян. Попал я в команду с двумя русскими пацанами. Попал в дискордик с двумя русскими парнями. Сильно отвечать им ничего не буду, только если нам понадобится что-то конкретное написать, то напишу. Если что, ребят, будет смотреть видосы на ютубе, не обижайтесь. Мне просто так, как мне будет комфортнее. Ну и да, и плюс сейчас мы записываем сам себе видосик. Так, половцы. Блин, там 1-2 пацана могут делать паладинов. Если так, то, конечно, могут мне пригодиться в этой игре алибарды. Но все равно самая основная цель в этой игре это делать самураев плюс осадку. Ну, возможно, я буду делать какие-то требушеты. То есть будем... Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, неудачное убийство. Неудачное убийство получилось. Так. Получилось неудачное убийство. Принято. Information получен. Так, что у нас там? Запись идет, все работает, ура. Блин, на самом деле я хотел совсем другой видос записать. Но я сегодня целое утро и не могу, короче, сыграть игру на Арабии. У меня все время происходит что-то не то. Мне выпали уже и Team Island два раза. Я их выиграл. Мне выпала уже арена, это вторая арена. Вот. До этого выпадала в Gold Rush еще другая карта, но не запускалась игра. Вот. По-моему, два раза Gold Rush не запустился. Банально просто вот там был какой-то баг. Почему-то не происходила загрузка. Ну ладно, видимо, все идет тому, что сегодня нужно поиграть японцами. Показать вам, как работают самурайчики. Прекрасный юнит. Прекрасный просто. Очень люблю этого юнита. Юнита, юнита. Так. У нас какой-то трешак. Козел меня не слушается. О, козел, ну козел. Куда ты побежал? Так. Так, пятый на лес. Так было задумано. Построил там домики. Так. И поехали. Так, я тут подманиваю козлов. Поехали на мельницу. А, попозже уже, когда будем подманивать кабана, когда у нас уже будет более крупная дичь под таунцентром, тогда уже будем добавлять туда больше крестьян. Но так пока шесть крестьян на одного козла. Это почти идеально. Ну и даже тоже единый кустык. Ну что, хорошо, все четенько. И как раз сейчас, как только надо будет начать добавлять крестьяночек на вот эту тушку, я подведу сюда кабанчика. По-моему, все классно получается. Билдордер очень хороший. Бумить мы будем скорее всего... Блин, как бы нам побумить? Давайте по-интересному. Раз, два. Ну, зачем меня тут два раза ударил? Как бы нам по-интересному побумить. Офигеть, он меня ударил два раза, а я его один раз. Вот это чит. Я такого совсем не ожидал. Я такого совсем не ожидал. Причем, ну я даже не чекнул. Это, конечно, ошибка. Обязательно нужно чекать. Вот, то есть мой безусловный косяк, что я не чекнул. Но я тебе думал, раз он меня два раза ударил, то я его-то точно два ударил. Офигеть, сильный кабан. Переиграл меня. Так, что у нас получается? Двадцатый крест, вторая лесопилка. Ладно, будем, наверное, четыре ТЦ бумить. Апнусь еще не двадцать шесть плюс два, наверное. Японцы все-таки. Можно на лес много не добавлять. Леса все равно много будет. Леса все равно будет много. Фух, получи... А я его опять один раз ударил, лол. Он сейчас где-то сорвется. Но я к этому был готов. Так, да, ну скалп у меня, конечно, сильно продамаженный. Это неприятно. Так, ну, наверное, четыре ТЦ двадцать пять плюс два у меня не выйдет. Да я и пробовать особо не хочу. Двадцать шесть плюс два можно, конечно, попытаться. Но тоже, блин, не факт, что получится. Классно, идеально. Это, может быть, имеет смысл сделать... Все-таки двадцать семь плюс два, чтобы без Айдла было. Давайте, наверное, двадцать семь плюс два сделаем. Четыре ТЦ. Я все же там мэкапы все поделаем. Срезы из заюзы. Может быть, это будет не идеально, но это будет сильно. Да, и последние два на камень. Эй, а ты чё? Ты чё? Подруга. Прикольно, у меня второй голда ближе, чем основной. По идее, они должны по-другому располагаться. Так. Да, из седьмого, наверное, туда отправим, на лес. Вообще, здесь в идеале шесть крестьян оставить. Блин, тогда леса слишком много будет. Ладно, пусть они всемиром это добывают. Может, чуть-чуть больше добудут, чем могли бы. Да, я за стены, наверное, особо не побегу. Блин. О, можно релики собирать? Смотрите, у меня два релика прямо под базой, да? Как раз... Блин, ну тогда хз, хватит на четыре ТЦ. Может быть, ладно, четвертый позже поставлю. Ничего страшного. Nothing super bad. Да, я тут... Это дерево позже, 7, поэтому другой порядок должен быть. Так, там ребята уже перешли в Феодал. Это половец, который собирается бумировать. Я думаю, и Монгол, который собирается что делать? Интересно. Монгол у нас почему-то уже перешел. Да, по счетчику мы немножечко вырываемся. Я думаю, там ребята мало разведывали. Может быть, Монгол даже скаута сейчас кому-то подрежет. Очень здорово. Ну, а мы тем временем просто развиваемся. Сейчас немножко... Ой-ой-ой-ой, синий как раз перешел. Славяна, интересно, да, не видел моего скаута. Это хорошо. Мне бы своего скаута сохранить. Я его потом в замках спокойненько подхилю. И будет уже проще защищать своих монглов. Ну, и как-то размениваться со вражескими скаутами. Так. Вообще, я в грейду, ребят, хорош. Есть противоположная команда. 26, там кто-то 25 апается. Профессионалы получается. Так, нам нужно добавить побольше крестьян на лес, потому что с этого момента нам очень много леса будет нужно. Да, здесь половец тоже. Все патрулируют мою базу. Все хотят знать, что у меня тут происходит. Как бы мне так все придумать? Как бы мне так все придумать? 6, 7 ферм. 7 ферм. 7 ферм. 7 ферм, это неплохо. Так, по идее, теперь должно на все хватить. Хотя мне, наверное, не хватит. Должно уже хватить, правильно? Да, мне точно что-то не хватит. Наверное, пока плюс 2 ТЦ смогу поставить. Плюс монастырь. Еще один ТЦ не смогу. По идее, то же самое можно было бы делать и 25 плюс 2. Ну ладно. Если это важно. Будем считать, что у меня тут сильная экономика. Так, кстати, третий релик тоже недалеко. Может быть, потом какой-то еще удастся отжать. Так. Прикольно. Здесь поначалу был такой чисто патруль от викинга. Так, ну что у нас? Викинг строит кузницу. На маркет ему не хватает. То есть, это не ФК. У него очень плохой билдордер. Монгол здесь может быть смог сделать ФК. Да, у него два здания стоят. Конюшня кузня. Ой-ой-ой-ой-ой. Как хитро. Нет, 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 дружище. Не убивай ее здесь. Пожалуйста, нет, нет. Фух. Я расконтролил. Это хорошо. Так. Так, 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 так. Мы почти перешли. Не знаю, сразу эту штуку включу. Блин, ну леса в целом неплохо так, да? Наверное, надо где-то вот здесь ТЦ-шку ставить. Так, синхронный аптайм. Ну ладно, давайте пилу. А чуть позже уже следующий ТЦ-шечка. Следующий ТЦ-шечка. В целом на лесе я один из крестьян оставил. Здесь ребята у меня все пересеют. Ну ладно, без монастыря пилы можно было. Четвертый ТЦ просто построить. Было бы неплохо тоже. Ну ладно, где-то вот здесь, наверное, четвертый поставлю. У меня сейчас уже очень скоро ферма. Надо будет, наверное, засеивать. Или наоборот, не буду делать фермы. Здесь крестами останусь на золоте и куплю 100 еды потом, если надо будет. О, уже накопилось. Класс. Все, вот прямо сейчас заказываем и можем бумить. Так, лес весь сейчас тратить не буду. Фермы всего здесь сделаю. Все, найс. Четыре ТЦ-бумим. Релики мы собираем. В общем, красота. Ресурсов, правда, сейчас будет немножко не хватать на это все дело. Так, фермочки теперь и золото надо потихонечку сеять. Золото нам сейчас не нужно. Нам нужен только лес и еда. То есть идеально вообще золото не добывать. Идеально нам вообще лес не добывать. Нам от гола тут еще скаутами тоже контролит карту. Хороший мув. Малорик. Это хорошо. Ой, блин, я там как раз с леса засеял. Блин, ошибка. Ладно. Как раз под новой ТЦ покупаем здесь этот. Покупаем еду. Ну, ну и, по идее, все. Но мне тут больше не нужно на золоте, друзья. Ладно. Можно будет еще разок купить, да? Ну, неплохо. Почти без айдлов. Я особо айдлов все не наблюдаю. Домики, домики, домики. Не забываем. Тут какое-то рубило. Пойдемте, поможем. Там уже во всю сражение. Опа, вот этот тайник домика. Холлвец со временем на 20 еще не перешел. Ясно, как у него там идут дела. И надо забрать его. Нужен лук. Эй, он собрал мой релик. Ну вот. Так, ладно, пункт скоро будет готов. В целом у меня добыча ресурсов уже приятная. Надо потихонечку начинать добывать камень. А, я уже на него выхожу. Какой я молодец. И сейчас где-то нужно вторую тачечку сделать будет. Так. Он далю креста или что это было? Или он потерял его? Странно. А, там болт, наверное. Болт. То есть, скорее, без луна там до сих пор. Ой-ой-ой. Что-то я думал, что я продолжаю строить домики тут. И оказалось, что нет. Нормально, кстати, самого Айла по факту почти не было. Так, тут скалт я, видимо, не успеваю забрать. Тут такое ощущение, что планируется кипчаки. Кипчаки, планет. Вот это гонка. Это гонка. За реликвию. Офигеть. Реально, прикиньте, чуть-чуть, буквально на пару секунд раньше прибежал. Очень забавный. Очень забавный момент. Так, нам потребуется универ для апа на трибучета. На трибучета. Так, ап на золото. Убиваем пацаненка. Ну и давайте даже так сделаем. Чтобы не потеть. Так, на самураев нужно очень много еды, поэтому мы продолжаем сеять фермочки. Мы продолжаем сеять фермочки. И нас не остановить. Так, камушкой уже достаточно много добываем. Можно чуть-чуть на золото отправить, ребят. Можно чуть-чуть больше на золотишко будет отправить. Ну и, по идее, у меня уже достаточно зданий, достаточно ферм, там всякие ресурсы. Три религии в итоге удалось мне утащить. Можно, блин, приехать, сломать монастырь, анаграм, да, и забрать с берега. Причем только один. Потом вычинить монастырь и положить туда второй релик. Так, ладно. У голубого довольно большой счет. Он здесь замок строит, да, но судя по тому, что он построил и стрельбище, и эту штуку. Давайте сразу продадим ресурсы, кто закупил. Так чисто, знаете, чтобы компенсировать ситуацию. Оп. Все, выровняли. Выровняли на ноль. Никто ничего в этой игре не покупал. Переходик. Ну и, наверное, нам единственное, что здесь еще понадобится, это барак. Блин, голдецкого много нужно будет, в самом деле. А, хотя вот здесь кресты, наверное, на золото выйдут. А тут. А тут. Блин, дома опять. Так. Вот и буминг щит. Никто не любит бумы? Да ладно. Так, здесь на голдецкий отправляемся на золото. Ну и что, нам надо потихонечку в замке строить. Надо бы уже, даже я бы сказал, побыстрее. Что здесь, это башенки делать? Нет, апгрейд можно не делать. Следующий апгрейд нам тоже. А, апгрейд на треба, кстати, нам может быть пригодится. Вот. Как я и говорил, есть универ. Давайте сразу вот этот апгрейд сделаем, потому что наши замки попрочнее были, и нам не пришлось в этой игре пытаться там что-то выпендриваться, придумывать. Так, ресурсы. Давайте, наверное, весь лес продам. Я смотрю на то, что сейчас Кристиан с леса снял. Просто сразу будем добывать из этого золото. Можно... Нет, ладно, с этим мапом повременим. И пошли с пятью цамураями. На кого? Там покет-викинг. Наверное, его будет прикольно долбить. Да вообще любого игрока тут можно будет убивать. Просто, наверное, построим где-то в центре атака форвард. Я думаю, что это хорошо зайдет. Так, там славян перешел. Вообще счет у ребят большой, хороший. Если у меня тут игра не зайдет, то сложно. Возможно, будет сложная катулька, и мы покажем путь самурая. Просто делает самурайчиков. Да, здесь парень делает кипчагов. На самом деле, это для нас хорошо, что он делает не этих. О, а здесь берсеркеры. Оу, еее. Берсеркеры, это офигенно, потому что самураи, это как раз контр-юнит к берсеркерам и другим уникальным юнитам. Поэтому это замечтательно. Да, давайте тогда просто бить покета. Наверное, на остальных пока что все равно. Прикольно, голубой перешел. У него такой же счет, как и у меня. Жесткие ребята. Трейдмил кран тоже давайте изучим. Мы быстрее будем все это дело строить. Ну и просто массинг тонну самурая. Самурайчиков. Все, все апгрейдин, апгрейдин самураев у меня заказано. То есть у меня будет полностью проапгрейдин и самураи. Ну, а тем временем, кстати, наверное, стоит домики здесь достроить. Желательно, конечно, не на трейд-линии это делать, но вообще не важно. Так, торговать будем. Блин, даже не знаю. Давайте с тем, как его счет побольше. Заранжем. Вит, оранж. Так, надо стырить у Монгола камушек. Так это очень важно стратегически. Чтобы у Монгола не было камня, не мог делать Монгудаев. Вот, кто так же делает, можете там отдельный комментарий на ютубчике написать. Дополнительный тип. Играю так же, а играю как Винч. Тырю камень в Монголов. Давайте сразу два треба. Или только один треб плюс сразу заказ универа. Давайте. Хорошо. Что-то делается. Последний апгрейдный. Я сразу пойдем делать. Прямо сразу пойдем душить. Хочу еще один замок вылепить. Там сейчас моего тиммейта здесь будут убивать. Причем его жестко сейчас будут убивать. Все, ладно. Давайте здесь пресекать эту атаку. Эту атаку берсеркеров. Так, специально не буду бить крестьян, потому что я замок ломаю быстрее, чем он его строит. Так, без стрелы. Шлеп, шлеп, шлеп. Видели, что с берсеркером произошло? Так, минус один замок. Давайте даже вот так вот сделаем. Ладно, давайте поможем, наверное, тиммейту. Давайте, наверное, поможем тиммейту. У меня сейчас еще и все апгрейды на три бушета будут. И сейчас вы увидите the power of Japanese. Так. Наблюдаем. О, да, катапорута закончилась. Треботы там моментально раскладываются. Блин, жалко, что он заберет не трепот. Я не доконтролил тут. Ну, из-за того, что случайно выделил этого юнита. Ну, а мы тем временем можем уже удалить крестьян. Так, здесь баракет, хорошо. Баракет, хорошо. Так, а че-то я тут сразу не напал. Прикольно, они все делают уникальных юнитов. И самура это контрапа, по сути, уникальным юнитом как раз. Поэтому получается идеально. Ну, давайте здесь уже просто делать торговые повозки. Неважно, там, хорошая трейдлиния или плохая. Мы их просто делаем. То есть чувак будет хит-н-дранить. Да, пожалуйста, пусть хит-н-дранит. Замочек мы ему отменили. Темп ему сбили. Этого и достаточно. Викинг уже практически все замки потерял. Плюс тут синий игрок играет по стратегии венча. Переду своего тиммейта камень. Вот. Так, нужно здесь создать массу самураев, чтобы как-то отзонить кипчаков, которые сюда побегут. Треба, тем временем, японские показывают свою мощь. Стреляют на нее у нас быстрее. Да, и вообще все происходит быстрее. Так, тем временем, здесь викинг пушит славяна. То есть у них примерно одинаковая ситуация. И посмотрите, как просто разваливается замок. Это скорострельность требов. Это... Ух. Какая же красота. Какая же красота. Все, поехали нападать дальше. У нас слишком много леса добывается. Давайте, наверное, поубиваем здесь немножечко крестьян. Лес нам в этой игре практически не нужен будет. То есть у нас по плану спам будет именно самурайчиками. Только они здесь имеют право хоть как-то умирать. Требушеты, я надеюсь, останутся untouchable. Так, камни вычинивать у него уже не имеется. И здесь сейчас будет дырка. Дойдем, протестируем. Так, давайте, наверное, строим такое крутое укрепление в центре карты. Просто по приколу. Так, ну чувак делает лучников. Решение интересное. Решение как бы правильное. Но на деле оно ему не поможет. Потому что самураи это тот юнит, который боится лучников. Но не так сильно, как мог бы. Вот, поэтому... Самураи на самом деле на них все равно. Тем более пока тут нет апгрейдов. А по апгрейдам здесь пока что нет химии. Там только стрелы. И вы посмотрите на этот за спамом. Он может сколько угодно делать своих лучников. Я его все равно рано или поздно заспамлю. Замок упал. Едем на следующий. Здесь парень грамотно зафокусил. Три бушетики элитными кипчаками. Красиво, красиво, красиво. Оценил. Оценил. Пойдемте добывать камушек. О, бояре! А мы их по идее тоже с вами самураями кладем. У нас же антиуникальный юнит. И интересно, как по идее они бояр должны просто изничтожать. Вообще в одну калитку. Поэтому просто идем сюда. Давайте посмотрим, как здесь чувак боярами сейчас разнесет нашего тиммейта. Мы за этим всем понаблюдаем. Все-таки, ну, славян, правильно. Славяну мешать нельзя против викинга. Красиво его здесь разваливает. Это неизвестно, да еще подлагивает, может быть, отмикорит. Прикольный-прикольный эпизод. Так, эти крестьян тоже можно удалить. Так, ну что там? Да, пришлось лучников ему внутрь спрятать. Но ничего страшного. Здесь самурайчики наши продолжают наслаждаться. Наслаждаться ситуацией. И викинг скоро будет отступать к своему тиммейту. Итак. Итак, армия самураев. Чуть-чуть добавим фермочек. Чуть-чуть добавим фермочек. Шахту можно удалить. Она как бы на трейд-линии. Да, как же викинга здесь крушат. Ну что, пойдем. Ну что, пойдем. Так. Ну-ка, наблюдаем. Производим наблюдение. Блин, мог я тут, наверное, спасти замок, если бы рейд кликнул бы на треп парочкой самураев. А, замок и так на 48 хп выживет. Да. Вы посмотрите, два самурая тут. Ну, короче, самураи не сильно, но... Но сильно переигрывают этих ребят. Так, нам нужно больше замков. Релик. Я вижу релик. Вижу релик. Да, здесь бата зеленого уже зачищена. Я думаю, что он сам уже не сильно планирует здесь что-то как-то восстанавливать, отстраивать. Так. Хочется сломать мой треп. И у него это получится. Ну и здесь уже второй игрок потихоньку умирает. Блин, как же оранжевый, да, лагает у него красные эти часики. Да, удобно, конечно, подлагивать и играть этими. Играть лучничками. Удобненько. Так, выпасть, так как все закончится. Шахту туда. Ворота продолжаем ломать. Ну и параллельно ломаем домики. Ломаем домики. Да, у синего тут, конечно, за славяна с таким набором юнитов без насадки вообще нет шансов против самураев. Единственное, тут, может быть, скорпы у славяна могут с ними как-то справиться. Либо, ну, фулл аппнутые чемпы в хорошем количестве. Но, с учетом того, что здесь лучники, у славяна здесь уже нет шансов, нет никакого ответа самураям. И самураи, оказывается, один из лучших юнитов в игре, да. Как интересно все получается. У нас, тем временем, 8 замков. Давайте подстроим 9-й замок. Такой вот чисто как тук-тук. Тук-тук, половец, тук-тук. Так, тут можно проверить, спрятался или не спрятался. Не спрятался. Все, релик собрали. Ой-ой-ой-ой-ой, а тут такое месиво. Опа. Смотрите. Славян убегает. Не на ту базу, дружище, ты побежал. Да, половец. Я думаю, у него мало золота. Поэтому он уже делает огромную пачку гусар. Пытается здесь помочь гусарами. Кажется, что... В целом, кажется, что это неплохое решение. Но на деле у него здесь не получится почти ничего сделать. Он проиграет просто в бой. Даже если сломает треп, он просто проиграет этот файт. Причем в одну калитку. И он еще даже апа не сделал. У него только плюс два, плюс два. Несмотря на то, что это гусар. Ну и как видите, самураи из кавалерии с легкой расправляются. Причем вот в таких вот пропорциях. Поэтому убить самураев тут просто банально нечем. Так, вижу релик. Я уже послал за ним. Послал за ним монаха. О, он еще и на базу меня запустил. Так, можно тут сделать много требушетиков. Давайте, наверное, уже и крестьян на фермах удалим. А, так у меня вон 24 айду. Давайте я по чуть-чуть верну. А то слишком мало получается крестьян. Чуть-чуть закажем. Ну и надо вот сюда сделать просто море требушетиков. Но, кажется, ребята уже собрались сдаваться. Половец, конечно, старался. Были у них какие-то надежды на победку. Но, к сожалению, эти надежды себя не оправдали. Уже минус два игрока, которые... Умирают. Блин, надо успеть релик принести. Три плеера из мусор. Ну вот. Ребята теперь хейтят викинга. Видите, из-за нас захейтили викинга. Ну как же так? Как же я плох. Вот синий сильно сыграл. Синий сильно сыграл. Ладно. Что, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Классно покатали. Самурайчиками побегали по всей карте. Там всем с тем повоевали, с тем повоевали. Чисто такой путь самурая за японцев. Я думаю, что для многих из вас открыл эту цивилизацию. Для тех, кто ее не знает, что вот так вот можно играть с самураями. Что сам по себе самурай очень сильный юнит. Он очень много кого контрит. И что важно, его убить довольно сложно. Ну то есть тот же викинг вот вышел в лучников, да, в стрелковых юнитов. И согласитесь, ну... Они одни не отлетают. То есть они в целом держат урон. Они могут сражаться даже с лучниками. То есть в целом убить их, ну, вообще нифига непросто. На той же арене это может быть очень классный юнит. Особенно в дополнении иногда к алибардам. Потому что как раз таки против кавалерии у самураев бывает проблема. То есть против тех же палов, которых часто делают. Поэтому вкупе с алибардами очень крутой юнит. И вот эти вот трибушеты, которые просто наваливают, наваливают, наваливают с ускоренным... Сколько там? Сколько там этот апгрейд дает? Катапаруто. Трибушеты, трибушеты стреляют быстрее, пакуются быстрее. Блин, ну здесь не написано на сколько. Но они еще быстрее стреляют. То есть это почти как кельтские требы. При этом у них тоже самая плюс один дальность. И при этом они еще быстро там распаковываются, пакуются. То есть очень большой урон по зданиям, который подкрепляет этих самураев. В общем, в командной игре юнит просто конфетка. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно оставляйте лайк, пишите коммент. Особенно те, кто также ворует камень, как и я. И обязательно подписывайтесь на канал, что у вас на следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok